Я уже говорил, что цена победы была очень высокая. Около 27 миллионов погибло наших граждан. Из них на фронтах 11 740. Остальное это гражданские люди. Традиционные минуты молчания и возложения цветов к мемориалу погибших солдат начался митинг, посвященный Дню Победы в трамвайном Депо Владивостока. Вместе с работниками венки к мемориалу возложили участники военно-патриотического клуба «Флотилия Варяг». Эти ребята понимают, как важно не забывать о своих прабабушках и прадедушках, которые воевали за наше мирное небо над головой. Эти же ребята исполняют военные песни в трамвае Победы, которые традиционно в эти праздничные дни вышел на маршрут Сахалинская-Боляева. Зайдешь в такой трамвай Победы и вспомнишь рассказы дедушки о тяжелом пути до Берлина, уроки истории в школе, шествия бессмертного полка и вечный огонь. И, конечно же, песни военных лет. Нас пригласили, наверное, где-то в апреле. Мы готовились сейчас к этой акции. Тривчили мелодии, песни. Какие песни учили? В этом году трамвай украшен портретами героев Великой Отечественной войны. Небольшой бессмертный полк на ходу. Память о цене Победы. Подобные акции, как вот трамвай Победы, в первую очередь необходимы для напоминания населению района, города о том, что есть такой праздник, привлеченная молодежь, то, как курсирует трамвай с песнями военными, что люди все равно видят, вспоминают и откликается у них что-то то, что наши предки сделали для этой Победы.